Работа омского режиссера-любителя собрала миллион рублей. При этом на съемки Павел Латушкин потратил всего 200 тысяч. Большим успехом фильм пользовался за рубежом. Его посмотрели около 20 тысяч человек. Какое кино снимают в Сибири и с какими проблемами сталкиваются его создатели, расскажет Данила Выжевский. Фильм ужасов под названием «Проклятая» омского режиссера Павла Латушкина снят, что называется, бюджетно. Непрофессиональные актеры, откровенно недорогие спецэффекты, любительские камеры. В омских кинотеатрах собрал всего 20 тысяч рублей. При том, что потрачено на него было в 10 раз больше. От коммерческого провала спасло то, что фильм неожиданно попал в мейнстрим. Причем сразу в США, Канаде и Китае. Один доллар за просмотром в онлайн-кинотеатре заплатили 18 тысяч человек. Идея возникла еще давно, 5 лет назад. И вот только сейчас, когда нашли актеров, когда нашли оборудование, которое подходит под эту тему. Вот, собрались и подколлективили сценарий, пересняли снова этот стимул, мотивация двигаться дальше, создавать новые проекты. В рейтингах критиков и кинообзорах о Сибири ни слова. Но здесь каждый год снимают десятки фильмов. Большинство из них никогда не увидят зрителей кинотеатров. Тягаться с многомиллионными блокбастерами нереально. Но Егор Будгусаим из Кемерово надеется, что его работа «Машина судного дня», картина о выживших после ядерной войны, станет успешной. В центре событий парень Артем. Ему предстоит справиться с последствиями катастрофы и спасти любимую. У нас возникла такая проблема. Нашего актера призвали в армию. То есть он закончил институт культуры и вот как раз попал под этот призыв. Ну и, собственно, нам пришлось доснимать фильм буквально недели за полторы. То есть мы день снимаем, на следующий день переозвучиваем, тут же опять снимаем, переозвучиваем. В общем, вот такой вот дикий темп получился. Виталий Доронкин, режиссер из Томска, специализируется на любовных историях. Его сериал «Дети минут» уже насчитывает шесть серий. Два парня из неблагополучного района любят одну девушку. История о классическом любовном треугольнике пока привлекает немного зрителей. Но Томич не собирается сдаваться. К съемке идут по плану. В марте этого года выйдут заключительные серии. А вот о студии «Картина мира» знают не только в России, но и за рубежом. У компании несколько престижных премий европейских фестивалей. Но чтобы по праву называться «Кинокомпанией», нужно снять фильм. Уже вышло несколько драматических короткометражек, которые оценили не только в Новосибирске, но и в столице. Так интересно, вот мы сейчас показывали наше кино в Москве. Огромное количество там специалистов индустрии. И они все удивляются, как мы такой, знаете, подпольной командой, там, восьмером или вчетвером умудряемся делать вещи, на которые людям надо там 40 человек и кучу времени. И это становится главной проблемой. Снять кино в Сибири практически невозможно. Нет материальной базы. Зато, говорят молодые режиссеры, если уж удалось здесь снять достойный фильм, то работать в Москве или, к примеру, в Голливуде будет проще простого. Данила Выжевский, Анатолий Серов. Новости здесь. Омск.